В Нижегородской области жулики провернули весьма нехитрую аферу. В интернете они размещают объявления о продаже машины. Появляется покупатель, смотрит документы, состояние автомобиля. Проверка не выявляет ничего подозрительного. Кстати, выполагают тоже одобрительно кем ноль бы, мол, хороший аппарат надо брать. И вот наш покупатель расплачивается, забирает машину, и все, попал. Так в чем же фокус? И как события развивались дальше? Репортер Антон Краев сейчас все расскажет. Вот я купил колеса на своем BMW, новые. Потом видеорегистратор, дворники, каячок, масло. Все теперь есть у Алексея, того самого BMW, только нет больше. Я сначала подумал, кто-то прикалывается. Приехали 1 апреля. Я сначала даже не поверил, говорю, кто такие они. Мы с такой-то компанией. И стало Алексею совсем не смешно. Говорят так и так, что автомобиль заложен под денежные средства. Я говорю, я ничего не закладывал, я не в курсе. Вызывать милицию, если хотите. Они вызвали милицию. В итоге опустел гараж Алексея. Этот человек, Юрий Баскаков, мог бы все объяснить. Говорят, себя виновным считаете, признаете виновным. Перед камерой ни слова. Кто же он, этот Баскаков? Может быть, гений этой вот аферы какой-то. А может быть, он просто дурачок. Гений или дурачок? Разберемся, кто есть кто. Нашли автомобиль в интернете. По качеству меня машина вполне устроила. Тот BMW Алексею сразу зашел. Купили у Юрия Баскакова за 600 тысяч рублей. Покупка такая, дело серьезное. При покупке мы проверяли автомобиль по базе ГИБДД. Никаких обременений, ограничений на автомобиле не было. Сомнение возникло лишь одно. Он предоставил документы. Был дубликат ПТС. На что я спросил, почему дубликат? Он говорит, я работаю в городе Москва, у меня украли кошелек. И я сходил, восстановил дубликат ПТС по утере. И часто у него так воруют кошелек с документами. Сколько еще таких пострадавших? Кого вы кинули на деньги? Сучили левые машины. Либо сломанные, либо... Которые не годятся для постановки на учет. После того, как наша история стала достоянием общественности, нам поступали сообщения от людей, обманутых этим же Юрием Баскаковым. И мы поняли, что мы не одни пострадавшие. Получается, он серийно кидал. Борис Кондаков утверждает, этот БМВ ему подогнал все тот же Баскаков. Прям так хочется взять, завести эту прекрасную БМВ, поехать покататься по девчонкам. Но, к сожалению, этого сделать нельзя, так как на ней висит запрет на регрессационные действия. Борис утверждает, Баскаков был очень убедителен. Он сказал, что изначально запрет был оплачен. Он просто в базу данных как бы еще не внесся о том, что запрет уже снят с нее. Запрет как висел, так и висит. Но разводка для Алексея Ершова куда изящнее. Напомню, БМВ у него изъяли в интересах некой фирмы. Так вот, это автоломбард. Именно туда Баскаков и отнес оригинал ПТС. Получил с ней денежные средства в размере 250 тысяч. Восстанавливает через несколько дней ПТС по утере. И продает автомобиль нам. Вот мы покупаем. Как же тогда ГАИ зарегистрировала машину, обремененную залогом? У ГИБДД претензий никаких не было. Поставили на учет. Нам выдали новый СТС, взнесли данные в ПТС и дали новые номера на автомобиль. Если пробить тот БМВ на сайте ГИБДД, то он сейчас там числится как чистый. Никаких штрафов, ограничений и так далее. А как же залог, спросите вы? Почему это обременение не отображается? В чем дело? При постановке машины на учет в ГИБДД нужен договор купли-продажи, диагностическая карта, полис ОСАГО, отсутствие штрафов. А вот залоги автомобиль или нет, инспектор не проверяет. У них просто нет таких обязанностей. Поэтому поставить залоговый автомобиль на учет проблем не составит. Новый автовладелец будет кататься на машине до тех пор, пока залогодержатель не предъявит требований, а возврат ему предмета залога, то есть автомобиля. Тот самый Молчун Баскаков 250 тысяч автоломбарду так и не вернул. Машину в этом гараже кредиторы нашли в два счета. На этот момент она уже была оформлена на нас. Закон на стороне кредиторов из автоломбарда. Он такой говорит, вот ты у кого покупал? Я говорю, такого-то, такого-то у продавца. Он говорит, вот он заложил, вот у нас все бумаги подтверждающие, что он сделал, и он тебе не имел права продавать. Баскакова теперь судят по статье мошенничества. Гуляет. Пока. Молча. О чем вы думали, когда вы два раза машину загоняли, два раза на нее деньги получали? Бензор думает, что вас наказание не настигнет? Ну, может быть, гений этой вот аферы какой-то. А может быть, он просто дурачок. За все же есть ответственность. Грозит Баскакову до шести лет. У потерпевшего ни машины, ни денег. Сам лопуха образная тут. Не проверил машину в базе залогов. Покупаете автомобиль? Непременно загляните в реестр залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Автомобиль в залоге? Откажитесь от покупки. Если машина чистая, то в день сделки возьмите заведенную нотариусом выписку из этого реестра. Если в день покупки машины в реестре залогов нет информации о том, что она заложена, залогодержатель, банк или автоломбард, выдавший деньги под залог ПТС, не вправе предъявлять к вам никаких претензий. То есть для покупателя машины такая выписка из реестра залогов охранная грамота. Если же в реестре машина значится как залоговая, вы сможете без потерь отказаться от сделки, сохранить свои деньги. Проверьте продавца не только на сайте судебных приставов, есть долги или нет. Не поленитесь, открыть портал суд.РФ. Не участвует ли владелец машины в каких-либо судебных процессах? Вдруг уже кто-то оспаривает право собственности продавца, понравившегося вам автомобиля. Важно! В день сделки посетите нотариальную контору и возьмите заверенную нотариусом справку о том, что приобретаемый автомобиль отсутствует в реестре залогов. Иначе будете бегать за таким вот Баскаковым. Кстати, мошенником его пока назвать не могу. Нет еще приговора вступившего в силу. Подсудимый на свободе. Думаю, добровольная компенсация убытков потерпевшему значительно повысит шансы остаться на воле. Думаю.